Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня на сорт-испытательных участках агрофирмы Аэлита. И у нас пойдет разговор о замечательных томатах, которые можно и мариновать, и очень вкусные они в свежем виде. Рассказывает нам об особенностях этих сортов и гибридов Борис Исаевич Мамедов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук и селекционер. Вот такие чудесные томаты, называются красная сосулька. Да, Наталья, здравствуйте. Вы прекрасно знаете, существует огромное разнообразие сортов, ежегодно создаются новые сорта-гибриды. Во-первых, это почему делается, часто спрашивают, зачем новые сорта так много там создавать. Дело в том, что любой сорт-гибрид, это так же, как и человек, рождается, живет какое-то время и, естественно, со временем и теряет свои, так скажем, положительные качества. Хотим мы этого, не хотим. Любое растение подвергается воздействию условия окружающей среды и там проявляется, естественно, изменчивость. Бывает изменчивость положительная, бывает отрицательная. Тем не менее, любой сорт живет какое-то время и потом его надо заменить на более новую стойчивую, потому что фитопатогенная обстановка тоже в постоянной мире меняется. Появляются новые расы патогенов, новые вирусы и так далее, и так далее. Вот один из таких сортов, это красная сосулька. Очень урожайный. Очень урожайный, салатного назначения, самое главное, индетерминатный, раннеспелый, рекомендован для выращивания как в условиях открытого грунта, для условий юга и в средней полосе, естественно, мы рекомендуем этот сорт выращивать в теплицах с обязательным формированием в один стебель. Ну, у кого есть возможность, конечно, иметь доступ к растениям более продолжительное время, можно формировать и два стебля. Единственное условие, конечно, надо регулярно посынковать. А так растение высокорослое, до двух метров может вырасти, можем заметить, да, водопроводки растет. И компактное, очень компактное, хотя имеет боковые пасынки, но в свое время удаление позволяет формировать вот такую узкую, компактную форму. Здесь вот эти сосульки, они так названы, но вообще говоря, это такая мощная сосулька. Смотрите, какой плотный это. Да, длина плода, видите, там можно заметить, почти там, ну, 12-14 сантиметров, это довольно плотный, можно заметить, да, для такого типа сортов. Очень солидный плод, мясистый, прям вот трогаешь и чувствуешь, что там действительно одна мякоть. Я хочу сказать, вот Борис Исаевич говорит, что это салатного типа плоды, но и в прошлом году тоже вы их выращивали. Я попробовала замариновать, совершенно шикарно получилось. Целенаплодное консервирование прекрасно будет, в связи с тем, что мясистые, вот они, их можно также прекрасно замораживать, потому что чем больше мяса, так скажем, в плодах, тем хорошо вот они замораживаются. Так что вот любое направление там, целенаплодное консервирование, свежее потребление. В принципе, даже вот эти несозревшие плоды обычно бывают так, что вегетация заканчивается, много плодов остается в зеленом виде, их также можно засолить, бочки. Ну, с другими там можно добавлять физалис овощной, можно капусту и так далее, перец острый. Очень вкусный получается зеленая закуска. У меня муж всегда спрашивает, ты будешь в этом году зеленые томаты мариновать или солить, вот, так что для него приходится всегда делать. Ну, вот посмотрите, какой шикарный урожай. У нас сейчас только середина июля, уже полностью созрели. Нижний ярус уже созрели, первый ярус, второй ярус там, да. И всего тут семь ярусов. В нашем климате, наверное, не стоит оставлять больше кистей, хотя этот сорт способен и больше завязать кисточек, потому что у нас лето короткое, просто не все успеет. Ну, в принципе, сейчас ее закончится, август, ночные температуры уже мы знаем, да, очень низкая, около 10-12 градусов. И если ночная роса, вот сейчас перепад температуры, ночью пойдет роса, естественно, поэтому лучше прищипать верхушку растения, и чтобы вот эти, то, что есть, уже завязали и формировали плоды. Борис Александрович, вот какой я задам вопрос, очень многие спрашивают, вот скручивание листочков. Мы сейчас прошли по теплице, некоторые растения совершенно нормальные листья имеют, а некоторые, как вот у этого сорта, немножечко скрутились. Две недели была такая сильная жара, и это просто реакция ведь сорта, да? Сорта, культура, как таковой вообще, таким образом, когда скручивается, уменьшается... Поверхность испарения. Испарение, да, таким образом растение себе защищает. Если даже обильно будем поливать, тоже, что, кстати, не рекомендуется, потому что, если много воды будет в корневой системе, тоже будет скручивание листьев, потому что корневой системы не хватает воздуха, он начинает, перестает работать, как-то обеспечивать все растение. И, естественно, опять же, так же получается скручивание листьев. Поэтому тут это защитная реакция, ничего страшного, как погода восстановится. Листочки расправятся. Листочки расправятся. Но вы видите, что на плодоношение это абсолютно никак не сказывается. Вот листочки немножечко тут скручены, но посмотрите, какой урожай. Вот с одного растения здесь можно собрать до 5 килограмм, да, вот этих плодов. Ну, это реально, 4,5-5 килограмм, потому что средняя масса плода. До 200 грамм здесь написано, но реально, наверное, и больше можно, да? Отдельный плод может быть и больше, но мы обычно всегда говорим, средняя масса плода столько-то, столько. Потому что мы берем и первый плод, и последний плод. Обычно вот на ухе так принято, да, средняя масса плода вот столько-то. Ну, вот продолжим еще разговор о листьях. Здесь листочки все очень хорошие были, но при этом все равно нужно нижние листья удалять, да? Для чего это делается? Естественно, по мере роста и развития растения томата, особенно в условиях защищенных грунтов, требуется регулярное удаление листьев. Естественно, это все начинается с нижнего яруса. Обычно рекомендуют во всей научной литературе, если начинают созревать плоды на уровне первой кисти и второй кисти, надо нижние листья убрать. Здоровые они, больные, неважно. Солнышко, оно добавляет вкуса, ускоряет, да, созревание? Да, мы открываем плоды, мы создаем условия, потому что когда плоды начинают погодные такие условия, что надо проветривание обязательно. Вот один момент. И самое главное сейчас почти во всех практических журналах, которые рекомендуют агрономы-профессионалы, на растения должно быть 13-18 штук листьев оставаться даже с учетом даже самых молодых. Вот каждое растение должно иметь 13-18 штук листьев. Вот этого достаточно, чтобы обеспечить полностью вот эти плоды. Созревание. Организмскими веществами, да. Ну, еще вот самое главное, наверное, для чего и пасынки удаляем, чтобы не было загущения, чтобы было проветривание, да? Потому что уже также, ну, есть огромное количество научных исследований. Бывает так, что если мы удаляем пасынки, пасынки начинают обходить в росте главный стебель. И создается такой заросли, что проветриваемость раз, снижается, снижается доступ света, а это является условием для развития, распространения, конечно, грибковых заболеваний. Кроме того, грибковые заболевания, да, чем меньше освещенности, тем хуже завязываемость плодов. Ну, да. И вся сила уходит на эту ботву. Еще вот плюс этому сорту я хочу сказать, что такая жаркая погода была, в открытом грунте было выше 30 градусов. И здесь посмотрите, как хорошо завязались кисточки и первый ярус, и второй ярус. То есть вот эти повышения температуры здесь практически не сказались на нем. Ну, тоже есть сорта, конечно, которые реагируют по-разному, есть сорта, отзываются плохо, есть сорта, которые, как видите, завязывают. Ну что ж, дорогие друзья, вот посмотрите, какой чудесный сорт. Если у вас такого еще нет, вот вспоминайте название, красная сосулька. Обязательно себе сажайте, я уверена, вы останетесь очень довольны. Чтобы не быть голословными, мы решили разрезать эти чудесные помидорки. Вот красная сосулька, такие замечательные, калиброванные, тяжеленькие. И Борис Исаевич, да, видите, какие они плотные. Да, да, да. Плотные. Я хочу сказать, что даже вот уже такие, они очень вкусные, с выраженным томатным ароматом, что многим очень нравится. Это фаза технической спелости, мы видим, да, плоды в светло-зеленой окраске, а когда созревает полностью, насыщенный такой красный, равномерное окрашивание целиком всего плода. Пятнышка нет здесь, которые многим не нравятся. И самое главное, место прикрепления плода, видите, такое маленькое. Маленькое, да. То есть все идет в дело. Если вы делаете салатик, то тут практически безотходно идет. Посмотрите, какая мясистая помидорка. Да, в принципе, вот так, если так, даже вот эту всю часть убрать, все, целиком плод готов к потреблению. Я даже читала где-то, что вот место прикрепления, оно наоборот очень полезное, какие-то там вещества суперактивные, биологически активные содержатся, которые помогают нам не заболеть очень вредными заболеваниями. Я не случайно положила сюда укроп, говорила, что можно мариновать. Между прочим, вот маринованные вот эти красные сосульки, их можно вот так же резать. Они не растекаются в кисель, это маринованная помидорка. Не растрескиваются там, да, от жарки, от горячей воды не растрескиваются. Не растрескиваются. Ну что ж, дорогие друзья, вот смотрите, какое чудо здесь создается, вот и такой еще срез есть. Да, плоды просто двухкамерные, практически все плоды тоже. И видим малосемянные, довольно большую часть плода составляет вот как раз мякоть. То, что важно, три приготовления кетчупа, сока, различных соусов, добавлением других, там, принораматических растений. Кто любит яичницу с жареными помидорками, вот, пожалуйста, берите такие сорта, их порезать можно дольками. Это тоже опять они в кашу у вас на сковородке не превратятся. Ну, естественно, меньше влаги, меньше воды и быстрее приготовления. Да, ну и еще очень вкусный, такой сбалансированный вкус. Я сейчас вот не удержусь, попробую. Прекрасный. Оптимальное сочетание сахара и кислоты, вот это дает как раз вот свежий, освежающий томатный вкус. Не только вот свежим томатом, но и продуктом переработки. Говорят, что наши среднероссийские томаты кислые. Не правда, дорогие друзья? Это очень вкусно. Пожалуйста, вот сажайте у себя такие красные сосульки, и в жаркое лето у вас будет такая вкуснота, такая красота. Ну, и обильный урожай, который гарантирует этот сорт. Дорогие друзья, следующие сюжеты у нас будут про другие сорта, не менее вкусные, не менее интересные. Подписывайте с колокольчиком, чтобы не пропустить. Удачного вам урожая, уважаемые друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!